Ну, Максим, давай! Ну, я когда посмотрел выступление Гарика Сукачева, я понял, что он лидер. Даже вот не сказал Вадим Казаченко, это был Гарик Сукачев. Когда я посмотрел твое выступление, я понял, что сегодня у нас будет битва титанов. Потому что ты сделала что-то невероятное. Сама Бейонти, она уже невероятная. Это артистка, которая, ну, кто вот не знает из наших телезрителей, которая умудрилась совместить невероятную пластику, голос, артистизм и еще и сексуальность. И все в одном флаконе. Ты сегодня так это воплотила, что могла бы вполне ее заменить в том самом перерыве на финале главного кубка американского футбола, где она представляла свое шоу, часть из которого ты сегодня изобразила. Ты могла бы ее заменить, и никто, я думаю, в этом многотысячном стадионе не понял бы, что перед ними не Бейонси. Это попадание стопроцентное, на мой взгляд, тем более, что ее облик действительно лег на тебя феноменально. И я хочу сказать, что если сравнить, что сделал вот Вадим и что сделала ты. Вадим приготовил эталонный знакомый нам борщ. И если каждый его попробует, скажет, да, это тот самый борщ, который должен стоять в музее. Вот это борщ. Ты приготовила, ну, какое-то фондю. Какое должно быть это фондю, никто не знает. Но ты приготовила эталонное фондю. И если не все из телезрителей его смогли распробовать, то я его точно оценю по достоинству. Спасибо большое. У Максима ощущение, что телезрители не знают ни Бейонси, ни знают, что такое фондю. Мне кажется, в России достаточно образованные люди, чтобы знать, что такое Максим Галкин, фондю и бьонси. Три главных человека и понимания вообще в нашей стране. Я не сказал, что телезрители не знают, что такое фондю. Телезрители, и я в том числе, не могут оценить, это лучшее в мире фондю или просто фондю. Когда тебе дадут борщ, ты точно будешь знать, потому что ты всю жизнь ешь борщ. Я не ем всю жизнь фондю. Я знаю, как определить. Если это фондю приготовила твоя мама, это лучшее в мире фондю. Моя мама готовила форшмак. Итак, друзья, я прошу закончить этот форшмак. Ну а мы идем дальше. Представьте себе, Юлия Началова дает концерты каждый день, причем в разных городах одновременно. По стране гастролируют.